Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я иду искать. И кто не спрятался, я не виноват. Хм, где же могла спрятаться Алина? Ааа, непонятно. Вот же задача у меня тут появилась. Найти Алину так сложно оказалось, ребята. Вообще непонятно, где она так профессионально спряталась. Может быть здесь? Блин, здесь ее нет. Но здесь есть кое-что другое. Ладно, будем тогда искать в другом месте. А вот ты где? Вот ты испалилась, Алин, я тебя нашел. Как ты так? Ты подглядывал. Да, Алин, ты просто не умеешь прятаться. Ну кто так прячется? Ведь это сразу понятно, что тут стоит Алина. Тут кофта твоя с котом. Ты подглядывал. Ты всегда нечестно играешь. Да честно я играю, Алин. Просто нужно прятаться получше. Я вообще-то мастер в прятках. У меня этот красный пояс. Или черный по пряткам. Да ты даже не знаешь, какой у тебя пояс по пряткам. Ведь у тебя его нету. С тобой неинтересно играть. Ты играешь нечестно. И постоянно меня находишь. А вот с радужными друзьями. Они так классно ищут. Ну слушай, у них есть мотивация нас найти, чтобы скушать. Ты хочешь, чтобы тебя скушали? Нет, я не хочу, чтобы меня скушали. Мне хочется, чтобы мне было интересно. Все-таки профессионал в этих прятках. Слушай, если ты так хочешь играть с радужными друзьями в прятки. Да, хочу. Тогда давай их и позовем сюда. И тогда будет реально интересно прятаться. И даже немножечко страшно. Это было бы замечательно. Если у тебя есть номер, мы могли бы им позвонить. И сказать, чтобы они пришли к нам. А знаешь, что еще можно сделать? Я думаю, что у них это не лица, а маски. Если снять эту маску, можно узнать, кто под ней. А вот это уже интересно. Слушай, вот прятаться ты не умеешь, но идея у тебя просто гениальная. Давай реально попробуем сейчас позвонить одному из радужных друзей. Хитрым способом заманить его на нашу студию. И снимем с него маску. Кстати, хорошо ты придумал, что всего лишь одному. Потому что если собрать всю эту банду, то с ними мы не справимся. Ну, точнее, будет сложно. Тогда я набираю синего. Блю. 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 Во, я ему уже звоню, ребята. Куток идет. Слушай, а как мы его будем дразнить? Да просто будем дразнить и говорить, что он вообще не умеет играть прямо. Точно. Ой. Алло. Вы кто? А мы видим Руна и Алина. Это мы. Да мы. Мы выходим. Слушай, недруг, ты вообще неуклюжий, шарообразный чувак. Ага. Ты видел свою голову. А у тебя голова как мяч. Как глобус прям. У тебя голова как мяч, а играть ты не умеешь. Ни во что причем. Ни в мяч, ни во что. И в прятки особенно не умеешь играть. Да, прятки вообще. Ты самый глупый из радужных друзей. И ты даже не знаешь, что такое прятки. Да, ты нас никогда не найдешь на нашей студии. Ах, да, знаете что? Что? Что со связью? Что? Что со связью? Что со связью? Что со связью? Э, алло. Это синий друг. Эй, алло. У меня сбился звонок. Слушай, я не понимаю, что это не так со связью. Так, сейчас у оператора уточню. Ой, Алин, смотри. На балансе ноль подписок. Звонки недоступны. И что нам делать в такой ситуации? У меня закончились подписки на телефоне. Теперь я не могу никому звонить. И мы не договорились с Блю. Получается, он к нам не придет, потому что подписок не хватает. А можно как-то их пополнить? Слушай, есть одна идейка. Ребята, если вы вдруг еще не подписаны на наш канал с Алиной, это очень легко исправить. Нам нужны новые подписчики для звонка радужному синему другу. Только вы можете нам помочь. Иначе мы не сможем ему позвонить и пригласить к нам на студию. Ну как пригласить? Заставить его прийти. Подписаться на канал очень просто. Смотрите, сворачиваете видео. И здесь вот кнопочка подписаться на нее. Нажимаете. И все, вы подписаны. Так что, ребята, давайте прямо сейчас подпишитесь на наш канал. И ваша подписочка прилетит прямо мне в телефон, чтобы мы смогли позвонить Блю. Ну давай, жми. Кажется, баланс подписок пополнился. Супер. Тогда спасибо, ребята, что вы нам помогли. Потому что без вас мы бы не смогли сейчас позвонить еще раз Блю. Давай, звони скорее. Вот он сейчас забудет про нас. Он же глупый. Во. Алло. Вот что, мои вы. Знаете, что? Что, что? Вы таки, когда скидок говорили. Вы сказали, что я люблю играть. В прятки, да. Я сейчас приду к вам и разберу их с вами. Ой, не надо. Так что, прячьтесь, потому что я уже иду. Давай, до встречи. У нас получилось. Ребята, мы смогли пригласить Блю к нам на студию. Сейчас он нам придет. И мы можем спрятаться. Нам нужен план. Слушай, может, сначала план будем придумывать, а потом монстра вздавать. Потому что у нас всегда нет плана заранее. Давай для начала поставим ловушку, чтобы потом спокойно спрятаться. И у меня есть идея. Давай. Нам нужно с тобой задержать синего друга, поэтому я придумала, что мы наклеим на дверь. Дверь сломана. Синий радужный друг очень глупый, поэтому он не поймет. Им, возможно, будет ждать, когда она починится. О, это шикарная идея. Ого, теперь он точно сюда не войдет. С первого раза заточен. Брун, ты что, глупый? Видимо, ты тоже как синий радужный друг. Может, ты его брат вообще? Не знаю, надо у мамы уточнить. Нужно вешать. Вот с этой стороны он же придет отсюда. А, точно. А давай еще для большей предоподобности добавим вот эту ленту. Как будто тут вообще ремонт происходит реально. Алин, прости. Брун, а с твоей помощью Блю скорее с нас маски снимет, чем мы с ним. Алин, давай. Ой, у нас мало времени. Оставь меня здесь. Я не могу тебя оставить, ведь я сам точно не справлюсь. Нам нужно доделать наши ловушки. Вот, все, теперь дверь готова. Она немножечко задержит Блю, пока мы будем прятаться. И у нас еще есть вторая дверь. Что мы будем с ней делать? О, у меня есть идейка. Подожди меня. О, я поставил кучу стремянок перед дверью, чтобы он открыл. Ему было лень сюда заходить. Ну, разбирать все это. Очень много завалено всего. Я бы не заходил в такую дверь, где куча всего заваленного. Я думаю, что это не сработает. Потому что с другими монстрами это не работало. Но ведь он особенный. Ты видела, как он медленно разговаривает? Он наверняка так же думает. Будет стоять здесь такой. Лестницы. И пойдет домой. А мы его там схватим. Зачем мы его схватим? Так, ну, маску снять. Точно. Но сначала мы поиграем с ним в прятки. Ладно. Тогда я пошел прятаться. Вот, ребята, я спрячусь в коробке. Ведь в игре Блю никогда не находил ребят в коробке. И он не догадается, что это я. Плюс можно в ней передвигаться без проблем. Ребята, этот кругоголовый синий чувак вообще не знает и не понимает, что такое прятки. Поэтому даже если я спрячусь за шторкой, он меня не найдет. Да даже если ножки будут видны, он все равно ничего не поймет. Подумает, что у штор выросли ноги. Если он, конечно, вообще подумает. Двухой цветопрестырь. Сейчас я их дойду. Треть сломана? А как же я туда попаду? Придется искать другой фон. А здесь лестницы не пройти. Ломана лестницы. Ломана лестницы. Блин, Алин, кажется, синий радужный друг очень глупый, и он не понимает, как войти к нам. Нужна твоя помощь. Он что, совсем балбес? Ладно. Бруно, лови. Исправь надпись на не сломана. Лови. Поймал. Поймал. Сейчас исправлю. Так. Дверь не сломана. Алин, я исправил. Сейчас должен войти. О, да блин, не сломана починилась. И действительно, вот я и внутри. Бруно, Алина, вы где, коробка? Блин, кажется, он меня сейчас поймет. Я подпойду. О, коробка двигается. Но это ничего нового. А не могу. Бруно. Вы что, меня совсем глупо выжидаете? Кого я нашел? Никого. Здесь никого нет. А здесь нет. Ну, вот Алина. А говорила я, в прятки не умею играть. Ну, держись теперь. Нет. Не уверен, насколько мои догадки верны. Но, кажется, Алина проиграла в прятки. Да, она точно проиграла в прятки. Теперь нужно придумать план, как мне спасти Алину. Сейчас вам все объясню. В общем, план такой. Я думаю, что давно всем известный факт, что Блю, синий радужный друг, очень боится темноты. И именно этой его слабостью я и воспользуюсь. Сначала я специально выключу свет на всей студии с помощью основного рубильника. Так, а ну-ка. О, выключился. А после этого в конце коридора я поставлю единственный источник света. Вот эту лампу. Вот. Брат. Для того, чтобы когда Блю будет в панике бегать по всей студии, он нашел этот единственный источник света и прибежал к нему. Именно потому, что он боится темноты. А эта лампа единственная, что вообще будет светить в радиусе километра. И пока Блю будет там, я, в свою очередь, буду искать Алину. Где бы Блю ее не спрятал, везде будет темно. Но я все продумал, ведь у меня есть очки ночного видения. Сработало. Он теперь навсегда там останется. Опа. Вау. Как круто. Я прям все вижу. Ну, почти все. Ладно. Алин. Алин, ты где? Алина. Эй, Алин. Это я, Бруно. Итак, я смогу беспрепятственно найти Алину. Где бы она не была. Эй. Есть кто? Алина. Где же ее спрятал этот радужный друг? Ее точно не было рядом с ним. Значит, она где-то заперта. Ладно, нужно искать запертые двери. Эй. Алин, ты здесь? Это я, Бруно. Я заманил Блю в ловушку. Так что он нам не грозит. Алин, ну выходи. Ну, скорее. Ребята, там кто-то стучит в дверь. Возможно, это как раз таки Алина. Ну, а что, если нет? Что, если на это пришли другие радужные друзья? Тогда мне нельзя открывать двери. Но если я не открою, тогда я точно не найду Алину. Блин, кто же это может быть? Ладно. Придется все-таки открыть эти двери. Только мне, если честно, немножечко страшно. А, так вот что-то стучит. Это просто пожар. Ну, ладно. Понятно. Но только где Алина тогда? Ты что, меня схватил? Это ты меня схватил, Алин. Ты чего? Бруно, это ты? Конечно, я. А я думала, Блю, он меня схватил и тут закрыл. Я думала, он не на ту напал. Поэтому и напала на тебя. Хорошая у тебя логика. Вообще-то я пришел тебя спасать. Слушай, неважно. Блю сейчас. Да не переживай, Блю сейчас отвлечен. Только, слушай, а что там горит в той комнате? Да я яичницу разогревала. Правда, вчера еще. Но не суть. Где Блю? Он сейчас в коридоре стоит возле светильника. Поэтому это хорошая возможность сейчас его поймать и снять с него маску. Кстати, пока я тут сидела, у меня была куча времени для раздумий, чтобы поймать Блю. Поэтому побежали. Ладно. Только давай сначала свет включим. Во, включился. Во. Сейчас включился. Так, значит, можно продолжить искать. Алина поймана. Теперь надо найти Бруна. Так, вот. Бруна, ты готов? Алин, я включил свет. Да я вижу. Готов ты к плану. К какому? Что делать-то? Объясни. Держи. Я расстелила ковер. А когда радужный синий друг войдет сюда, ты рассыпешь шарики. Ему подники. Он подскользнется, упадет. А мы его в ковер завернем. И потом снимем. Снимем маску. Ладно, тогда по местам. Бруна, я иду. Он сам замотался. Ну, я свою часть плана выполнил. Да, конечно, вовремя. Отпустите. Никуда мы тебя не отпустим. Ведь мы тебя и позвали сегодня для того, чтобы снять с тебя маску наконец-то. Нет, ребята. Бруна, давай уже скорее узнаем, кто под маской синего друга, ребята. Нет, нет. Не может быть. Под синим радужным другом был зеленый радужный друг. Ну, это очень странно. Слушай, а может тогда под этой маской тоже кто-то скрывается? Давай попробуем. Да как это работает? Это крокодил желтый. Это желтый радужный друг. Они вообще не заканчиваются. А давай поспорим, что снизу красный радужный друг. Ладно, спор. А ты на кого ставишь? Да я вообще уже не знаю, что ожидать. Я только знаю то, что нужно наконец снимать эту маску. Ты кто? Я просто Пашка. Я очень хотел к вам в команду. И зная, что вы снимаете ролики про монстров, я переоделся в синего радужного друга. Но мне пришлось. Это ведь единственный способ попасть к вам на студию. Ты какой Пашка? Я хороший Пашка, нормальный. То есть ты хочешь к нам в команду? Да, мне бы очень хотелось. Ну, хотя бы попробовать. А там посмотрим. Давайте зрители скажут. Вот напишут в комментариях, за они или против, чтобы я был у вас в команде. Откуда он знает, что у нас зрители все решают? Я вообще не знаю, но мне кажется, что действительно было бы прикольнее, если бы у нас на канале был новый участник, который бы помогал нам бороться с монстрами и прикалываться над ними чуть-чуть. Возможно, это вообще SCP участник. Я буду с ним осторожна. Да нет, я вам пригожусь, я вообще так много всего знаю про всяких монстров, я буду очень полезен. И ваши роллы я просто все вообще смотрел. Ладно, давай действительно спросим разрешение у наших зрителей. Ага. Ребята, давайте так. Если под этим роликом вы соберете 5000 комментариев за Пашку, тогда мы попробуем взять его в ролик, и вдруг реально будет прикольно с ним снимать видео. Да, да, да. Ну, если вы вдруг против, чтобы с нами Пашка снимался, так и пишите, я против Пашки, и посмотрим, кого больше, тех, кто за Пашку или против Пашки. Пожалуйста, ребята, давайте поддержите, будет классно, обещаю вам. Мне кажется, что многие зрители будут только за, но решать, ребята, только вам. Вот прямо сейчас напишите свое мнение в комментариях, а мы посмотрим и решим, что делать с Пашкой. Ну, а если вы хотите еще кайфануть? Стой, проверка Пашки, проверка Пашки, что нужно сделать? А надо тыкнуть на пулю и посмотреть классный видосик. Ну, а давайте, ребята, Пашка верно говорит, ведь здесь вот то, чего вам не хватало. 20-минутный кайф в виде ролика, в котором еще Пашки нет, а может уже и есть, не знаю. Встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok